Всем привет, мои любимые подписчики, с вами Игорь Линк, и мы сегодня собрались с вами, потому что я купил себе Samsung S23 Ultra, вместо своего старого Samsung S21 Ultra. На самом деле, этот телефон у меня в руках уже где-то в районе недели, может быть даже больше, прям с самого первого дня европейского релиза, и я активно им пользовался, как своим единственным основным устройством, и я, конечно, мог бы записать какое-то видео, знаете, с первыми впечатлениями, сделать это пораньше, там, например, на следующий день после того, как я его купил, но я так не делаю, знаете, потому что бывает, запишешь такое видео про какое-то устройство спустя 1-2 дня после того, как оно вышло, скажешь там что-нибудь. Ребята из Corning сказали, что у этого смартфона защита такая, что скорее развалится вот этот гешманский стол, чем нежели этот смартфон. А затем, спустя несколько дней, выйдет, знаете, какое-нибудь другое видео, в котором... Поэтому я вам сразу говорю, я не буду, знаете, как какие-то там обзорщики тыкать в этот телефон, там, в экран всякими детекторами, датчиками, смотреть, где он там, в какой части греется через тепловизор. Я просто поделюсь с вами своими впечатлениями и какими-то своими мыслями по поводу того, стоит ли этот телефон своих 100 с лишним тысяч рублей. Сегодняшний обзор будет максимально неподкупным, честным и непредвзятым. А возможно, это благодаря спонсору сегодняшнего видео, сайту SourceBuy. Что это такое? Во-первых, это магазин, где вы можете купить себе лицензионные ключи от игр для Steam, для EA Play, для Uplay, для вот всех вот тех платформ, конечно. Причем в наличии есть ключи не только от игр, но и от различных подписочных и не только сервисов. Но одной из главных фич сайта является беспроигрышный рандом, где всего за 39 рублей вы можете получить аккаунт с игрой за несколько тысяч. И что важно, это не какие-то ворованные аккаунты, которые у вас отберут через пару дней. Это аккаунты, которые они создают сами и сами же закупают на них игры. У магазина огромное количество положительных отзывов, вы можете сами с ними ознакомиться, также сами попытать удачу, перейдя по ссылке в описании. И начнем мы с того, что первым бросается в глаза, это внешний вид и дизайн этого устройства. Конечно, это самая субъективная часть практически любого техно-обзора, но мне кажется, что здесь никто особо спорить не будет с тем, что этот телефон выглядит здорово. Я бы даже сказал, что можно назвать его красивым. Но с другой стороны, опять же, этот телефон стоит дороже любого другого андроидовского смартфона, наверное, за исключением Xperia Pro Eye, на которую я, кстати, делал обзор в прошлом году. И можно ли сказать, что этот телефон, который с большим отрывом является самым дорогим андроидовским смартфоном, является с таким же большим отрывом самым красивым? Нет, я бы так не сказал. Во-первых, потому что есть та же Sony Xperia. Я знаю, к соневским телефонам очень неоднозначное отношение, но что касается дизайна, выглядят они действительно здорово. Но окей, допустим, вам Sony не нравится, опять же, есть какой-нибудь, скажем, пиксель, от которого просто кипятком ссались, когда прошлогодняя модель выходила. То есть, знаете, мне кажется, что телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, при этом это андроидовский смартфон, он должен быть, знаете, вот есть такая сцена, сцена с визитками из фильма «Американский психопат», если кто-то вдруг помнит. Они там поочередно достают свои визитки. И вот мне кажется, что телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, он должен быть как вот визитка Пола Аллена, на которую, когда достает, приглушается свет, включается какая-то напряженная музыка, а он на самом деле выглядит как вот одна из трех визиток, которые они кладут до этого. То есть, ну, есть какой-нибудь Samsung, есть там какая-нибудь Xperia, там же рядом где-нибудь пиксель можно положить, может быть, еще какой-то телефон с крутым дизайном, я не знаю, напишите в комментариях. То есть, я бы не сказал, что у него есть какое-то преимущество. Визитка Пола Аллена в этой сцене, это был бы айфон. Вот айфон, когда достаешь, это действительно, он стеклянный сзади, он выглядит просто охуительно наголову выше любого абсолютно андроидского, андроидского, андроидовского смартфона. Поэтому, да, Samsung, конечно, неплохо в этом году, явно лучше, чем вот когда там это было два года назад, но, тем не менее, мне кажется, еще есть куда расти. И я думаю, что в этом же блоке про внешний вид смартфона стоит упомянуть о том, что здесь, значит, установлено какое-то стекло Gorilla Glass Victus 2, если мне память не изменяет, и заявлено, что это невероятно крутое, в том плане, что суперпрочное, прям чуть ли не противоударное стекло, что мы могли увидеть в обзоре Vilsacoma, он это наглядно продемонстрировал. Ребята из Corning сказали, что у этого смартфона защита такая, что скорее развалится вот этот дешманский стол, чем нежели этот смартфон. И, согласитесь, это действительно впечатляет, то есть, если вы какой-нибудь полуметровый карлик, который ходит по деревянным столам и роняет на них телефон, то, в принципе, это, конечно же, очень-очень надежное стекло, оно действительно останется целым, но если вы из числа тех великанов, которые, знаете, выше одного метра ростом, и нечаянно уроните этот телефон, скажем, с полутораметровой высоты на землю, то результат будет уже не такой впечатляющий. Что у нас идет дальше, на что вы следующим делом обратите внимание? Ну, мне кажется, что, наверное, на экран. Экран — это, ну, пожалуй, одна из самых главных частей, если вообще не самая главная часть смартфона. Это то, что вы будете видеть буквально каждый день, каждый раз, когда вы будете включать этот самый экран для того, чтобы что-то сделать на этом телефоне. И, ну, здесь, опять же, да и п***ца особо не до чего, это действительно, наверное, самый лучший экран на андроидовских смартфонах. Но здесь вот что интересно. Мне некоторое время назад, не то что даже приехал, я купил вот этот телефон для коммерческого, скажем так, обзора. Я не буду сейчас говорить, что это за телефон, для того, чтобы вы не подумали, что я его прямо здесь сейчас рекламирую. Нет, это просто телефон за где-то, по-моему, 30 тысяч рублей он в России стоит. Я не буду показывать его заднюю сторону, я не буду говорить, как он называется, чтобы вы, опять же, не подумали, что это какая-то реклама. Так вот, что интересно. Несмотря на то, что, опять же, Samsung стоит 100 с лишним, по-моему, тысяч рублей, если вы возьмете этот самый Samsung и положите его рядом вместе с вот этим смартфоном китайским за 30 тысяч рублей и включите на нем какое-нибудь ютубовское видео, например, видео про Коста-Рику, которым я тестирую смартфоновские и ноутбуковские дисплеи, так вот, вы, конечно, наверное, заметите какую-то разницу, но эта разница, она точно не будет ощущаться как трехкратная. И если мы посмотрим на характеристики этих дисплеев, мы поймем, что в этом нет ничего удивительного. У них у обоих примерно одна и та же технология изготовления матрицы. Оба с поддержкой HDR10+, оба 120 Гц, единственное, что у Samsung в два раза практически больше яркость, также у Samsung больше разрешения, что вы, скорее всего, на самом деле не заметите на экране такого размера, ну и еще плотность пикселей у Samsung выше за счет большего разрешения, но не то, что прям очень сильно, всего на 20%. И к чему я, собственно, введу? Вы могли подумать, что я сейчас буду ругать Samsung, что типа вот, телефон за 100 с лишним тысяч рублей, а экран по качеству сопоставим с телефоном за 30 тысяч рублей, но это не так, Samsung здесь абсолютно не в чем обвинять, потому что, ну, реально в этом смартфоне стоит, наверное, самый лучший дисплей среди всех андроидов, я думаю, он даже вполне себе сравнится с айфоном, но проблема в том, что если вам не нужны другие фичи этого телефона, но при этом вам очень важен в телефоне именно экран, то нет никакого смысла сейчас, сегодня тратить 100 с лишним тысяч рублей и брать себе именно Samsung S23 Ultra, потому что уже существуют телефоны, которые дешевле или даже намного дешевле, и при этом имеют экраны, которые, ну, объективно хуже, конечно, по характеристикам, например, по яркости даже в два раза, но при этом та же самая герцовка, та же самая технология дисплея, и в итоге вы получаете экран, конечно, он, может быть, будет хуже для каких-нибудь там дизайнеров, которым важна прям суперточная передача цвета, но обычный человек, как мне кажется, при каждодневном использовании, он никакой разницы особо и не почувствует. На что мы дальше обратим внимание? Я думаю, что на батарею, и батарея, опять же, по моему опыту здесь действительно достойная, ну, по цифрам это 5000 мАч, и по опыту могу сказать, что у меня этого хватает, ну, где-то, вот сейчас, да, чтобы не соврать, скажу по скриншоту, около 14 часов пользования у меня вчера вышло без подзарядки, при том, что я достаточно активно листаю Telegram, просматриваю YouTube, и может показаться, что 14 часов, ну, это просто вау, это реально круто, это достигается еще и благодаря специально разработанному для этого телефона процессору Snapdragon у специальной модели, но, знаете, есть небольшой подвох, вот у меня рядом здесь лежит Samsung S21 Ultra, который я купил себе два года назад, и, к сожалению, я сейчас не смогу вам показать какие-то точные скриншоты, все это проверить, подтвердить, но, насколько я помню, этот телефон, когда я его только купил, тоже работал где-то примерно 12-14 часов без подзарядки, примерно с таким же режимом работы, то есть скроллинг там Telegram, просмотр YouTube, и проблема-то заключается в том, что сейчас, спустя два года, этот телефон без подзарядки держится где-то, не знаю, часа четыре, наверное, ну, не больше. Если я утром выходил из дома с этим смартфоном, он был заряжен на 100%, уже где-то днем, часам там, к двум, к трем, мне нужно было искать зарядку, или подключать его к Powerbank, и кто-то из вас, может быть, скажет, что, ну, блин, два года это достаточно долгий срок, тем более, что ты наверняка использовал быструю зарядку на 25 Вт, но, во-первых, здесь зарядка на 45 Вт, и, очевидно, я буду ее использовать, потому что, ну, я, во-первых, купил блок для того, чтобы ее использовать, а, во-вторых, я думаю, что, ну, у вас тоже часто бывают ситуации, когда вам нужно быстро подзарядить смартфон, и чё я буду, типа, иметь два зарядных блока раздельных, одним я его буду заряжать на ночь, вторым я его буду заряжать, когда мне надо быстро его подзарядить, может, мне еще третий блок какой-нибудь там еще для чего-то купить. Так вот, дело в том, что эта батарейка, опять же, по моим ощущениям, деградирует, ну, как-то слишком быстро, даже с учетом быстрой зарядки, хотя я вообще не понимаю, почему меня должно касаться быстро, если вы вкладываете сюда возможность быстро заряжать телефон, уж будьте, пожалуйста, добры позаботиться о том, чтобы аккумулятор не портился с такой скоростью. То есть, два года спустя у него автономная работа где-то 4 часа, но, насколько я помню, год назад где-то у меня уже было что-то в районе 6 часов, то есть с 12-14 до где-то примерно 6 за один год. Мне кажется, это не совсем нормально, и менять этот аккумулятор по гарантии я тоже не думаю, что мне кто-то будет. Но, пожалуй, самое смешное это то, что, как я уже упомянул, что у этого смартфона была быстрая зарядка на 25 ватт, что у этого смартфона есть быстрая зарядка аж на 45 ватт, и Samsung это презентуешь, типа, вау, супербыстрая зарядка, ты когда сюда втыкаешь провод, здесь даже круг уже не зеленым подсвечивается, а голубым, и подписывается, что это супербыстрая зарядка версии 2.0, еще раз, 45 ватт. Я где-то через полторы недели еду на выставку МВЦ в Барселоне, там будет куча всяких крутых гаджетов, девайсов, я обязательно посниму все это, но я точно знаю, что одна компания, опять же, чтобы вы не подумали, что это реклама, не буду ее называть, вот там будет презентоваться телефон, у которого быстрая зарядка 240 ватт, и опять же, это далеко не какой-то там флагман, это, насколько я знаю, будет такой относительно бюджетный телефон, 45 за 100 тысяч с лишним рублей, против 240 ватт, не знаю, тысяч там, наверное, опять же, где-то за 30, но вы справедливо можете заметить, что, возможно, раз Samsung сюда вставил всего 45 ватт, а тот телефон 240 ватт, возможно, есть проблема того, что вот на том телефоне с двумя стами сороками, с двумя стами сорокью, в общем, вы поняли, ваттами, возможно, там батарейка деградирует намного быстрее, и я как бы не знаю, я его даже не видел еще, я не знаю, насколько быстро она там деградирует, но фишка в том, что там дается гарантия на, не помню сколько, несколько тысяч циклов зарядки, там уже журналисты почитали, что-то где-то на два, три, ну, в общем, на несколько лет этого точно хватит, в то время как, ну, вот, Samsung-овский телефон, да, прошло два года, никто мне по гарантии здесь никакой аккумулятор, очевидно, менять не будет, шесть часов автономной работы. Я не думаю, что вот на том телефоне аккумулятор деградирует еще сильнее, а если и деградирует, то, ну, как бы, есть гарантия, мне этот аккумулятор поменяют. И, как бы, бог с ним там вот с этим телефоном с двумя стами сорока ваттами, но дело-то в том, что куча есть, просто огромное количество всяких китайских смартфонов, которые там в два, в три раза дешевле стоят, у которых зарядки там сто двадцать, шестьдесят, еще там сколько-нибудь ватт. СОРОК ПЯТЬ, САМСУНГ! Да вы, блядь, серьезно? Сто с лишним тысяч рублей за что? Ну, серьезно, почему заплатив сто с лишним тысяч рублей, я должен заряжать свой телефон час, когда уже есть телефоны, которые заряжаются за пятнадцать минут? Но, окей, я не знаю, почему так. Может быть, потому что в этом телефоне, знаете, слишком мало места. А быстрая зарядка, она известна тем, что, ну, она нагревает аккумуляторы Самсунга, а у Самсунга уже были некоторые, скажем так, инциденты, когда эти аккумуляторы, ну, скажем так, взрывались. И, знаете, возможно, так как этот телефон за кучу денег, там внутри, ну, столько всего понапихано, что там, ну, очень мало места, и из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы с охлаждением. Мы не сможем залезть прям внутрь этого смартфона, да, поэтому мы не сможем узнать прям, как выглядит то, что там внутри находится. Но, знаете, я могу точно сказать, что там внутри находится как минимум вот эта вот супер-пупер необходимая вещь, который за все время с момента покупки я воспользовался ровно один раз, когда пытался понять, для чего она, собственно, может быть нужна мне, человеку, который не является дизайнером, художником или еще вот кем-то с этим связанным. И я понял, что абсолютно незачем. Это абсолютно бессмысленная, пустая для меня вещь, то есть, может быть, я, конечно, буду ее использовать, когда буду подписывать свои рекламные контракты на сотни тысяч долларов, для того, чтобы моя подпись красиво выглядела на PDF-ке. Я обязательно воспользуюсь этим стилусом. Для всего остального у меня есть палец. Я пальцем могу выделить текст, я пальцем могу что-то обвести на фотографии. Я реально не понимаю, для чего мне обычному пользователю этот стилус, за который я по итогу плачу деньги. То есть, я не знаю, сколько он там стоит, 3-4 тысячи рублей, может быть, это не так много, но тем не менее, я лично считаю, что даже 3-4 тысячи рублей это все-таки деньги. Но на самом деле я даже не столько об этом, сколько о том, что вот этот стилус, он же занимает в этом телефоне внутри место. То есть, мало того, что сам стилус, здесь еще какая-то вот этот вот канал шахты, не знаю, для этого стилуса внутри есть. Неужели вот это вот место нельзя было потратить на что-нибудь, не знаю, более полезное? Например, на охлаждение, то же самое, для этого аккумулятора. Для того, чтобы здесь зарядка была не 45 ватт, а, я не знаю, ну хотя бы 60, 70, 8, ну вообще выделили, конечно, 240, но я был бы удовлетворен, скажем, 120 более чем. Я бы спокойно променял вот этот вот замечательный, классно, кстати, щелкающий стилус на возможность быстро заряжать этот телефон. Но меня как бы никто не спрашивает, кто я вообще нахуй такой. Всего-то самый известный, объективный, популярный и компетентный технообзорщик на русскоязычном тебе. Зачем меня слушать вообще? Давайте еще поговорим о скорости разблокировки этого смартфона при помощи сканера отпечатка пальцев. И если говорить о своих ощущениях, о своем опыте, то по сравнению с S21 Ultra я абсолютно никакой разницы в скорости разблокировки по отпечатку пальцу не ощущаю. То есть она, может быть, конечно, и есть, но фишка в том, что в S21 Ultra настолько и так хороший был сканер отпечатка пальцев, что, ну, я не знаю, куда еще быстрее, типа вообще еще разблокировать еще до того, как ты палец к сканеру поднес, разве что. И последнее, о чем мы сейчас поговорим, и обещаю, вот уже вот-вот перейдем к камерам, это прошивка One UI. И вот здесь я хочу сказать, что, ну, здесь реально видно, что это прошивка телефона за сто с лишним тысяч рублей. То есть я еще могу понять, конечно, людей, которые пользуются пикселем и являются фанатами этой прошивки, хотя это даже прошивкой сложно назвать, это просто голый Android, и в этом, конечно, тоже есть свои прелести, но если говорить о именно прошивках каких-то фирменных, то One UI это абсолютно точно самое лучшее, что вы можете найти на андроидовских смартфонах. Как в плане плавности работы, как в плане дизайна, как в плане всяких разных фиш. Например, я могу зайти вот в самсунговскую галерею, вот эту замечательную фотографию открыть, зажать ее, и, как вы видите, вот этот человечек, он отделился, я теперь могу его скопировать и отправить кому-нибудь там в диалог, в Телеграме или еще куда-то. Здесь же в Самсунге есть вот этот их преусловутый DeX, и, честно говоря, если на, хотят сказать, на iPad, если на своем Galaxy Tab S7 Plus Pro Ultra Gigachat, я часто пользуюсь Samsung DeX, потому что у меня есть клавиатурка вот эта маленькая, я могу мышку подключить, это в поездках каких-то, когда ты ненадолго куда-то едешь, это может быть действительно удобно, то, ну, типа, зачем DeX нужен в смартфоне, я не очень понимаю, я не так часто куда-то езжу, прихватив с собой монитор, потому что, ну, тебе нужен монитор для того, чтобы использовать Samsung DeX с этого телефона, в отличие от планшета. Короче, в любом случае здесь большое количество всяких крутых фич, которых нету ни на нативном андроиде, которых нету на других этих самых прошивках, там, всяких китайских, и не только. В общем, реально, One UI ставлю класс, это, пожалуй, ну, то, наверное, то, почему я, в принципе, купил этот телефон, просто потому что я не хотел переходить на какую-то другую прошивку. А, окей, мы, наконец-то, добрались, пожалуй, до самого интересного, то, чего вы, наверное, ждали больше всего, это, конечно же, камеры. Вот все вот эти дорогие телефоны, они даже называются камерафоны. Но, прежде чем мы сейчас с вами выйдем на улицу, для того, чтобы тестировать эти самые камеры, я хочу посоветовать вам сервис, которым я сам пользуюсь уже много лет, это агрегатор обменников BestChange. С помощью BestChange вы можете быстро, а главное, надежно, обменивать огромное количество валют, криптовалют, на любых платежных сервисах, на аккаунтах бирж и даже наличные в крупных городах практически по всему миру. При этом сайт BestChange очень простой, удобный и понятный, вы там никак не запутаетесь и быстро найдете все, что вас интересует, в том числе и самый выгодный курс обмена по интересующему вас направлению. И что особенно важно, это то, что у BestChange своя очень жесткая система модерации и любой обменник после одного или двух негативных отзывов просто сносится с площадки, поэтому вы можете не бояться попасться на какой-нибудь скам. В общем, я не просто советую вам перейти по ссылке в описании, а я советую вам сохранить ее куда-нибудь себе в закладке в браузере и вспомнить о ней, когда вам в следующий раз понадобится поменять какую-нибудь валюту или крипту. Сразу скажу, мы не будем разглядывать фотографии под лупой, потому что мне это уже просто надоело, я думаю, вам на самом деле тоже. Поэтому я сразу отправился на смотровую площадку в парке для того, чтобы протестить самую главную новую фичу Samsung S23 Ultra режим съемки в 200 мегапикселей, то есть в два раза больше, чем на Samsung S21 Ultra, где было 108 мегапикселей. Такие фотографии могут вам пригодиться не только если вы захотите распечатать рекламный щит, но если вы захотите кропнуть эту фотку в несколько раз без потери качества, а еще 200 мегапиксельная матрица позволяет делать вот такие вот снимки в режиме 100-кратного зума. И качество таких снимков значительно лучше, чем на S21 Ultra. Например, новый Samsung на доме слева сверху разглядел полоски, которых S21 Ultra не увидел. Причем расстояние, с которых делаются такие снимки, они действительно впечатляющие, они огромные. Вы сами едва видите, что вообще там такое стоит, а телефон своей маленькой камерой все видит в таких подробностях. Единственное, что пользоваться этим 100-кратным зумом вы будете максимум первую неделю после покупки телефона, и то чисто из интереса. А вот что касается фотографий в обычном режиме, то здесь вообще ничего интересного. Да, получше стала цветопередача. Да, побольше стал динамический диапазон, и больше деталей видно в самых светлых областях. Но иногда новый Samsung умудряется фотографировать даже хуже, чем S21 Ultra. Например, на этих снимках, сделанных на трехкратный зум, фотография с S21 более насыщенная, более контрастная, она более законченная, чем то, что выдал S23. Впрочем, кто-то может сказать, что на S23 цвета более мягкие и естественные, а на S21 слишком перенасыщенные и кислотные. Но в большинстве случаев фотографии что на один, что на другой телефон отличаются, ну, реально минимально. Я вот сказал, что я купил этот телефон из-за прошивки, но на самом деле есть еще одна причина, по которой я в первую очередь приглядывался именно к Samsung, хотя изначально я хотел дождаться Sony Xperia Pro i2, и, наверное, я бы даже дождался, но эти... Они в очередной раз, я не знаю уже, на какой срок они там переносят этот телефон, то есть они его даже не тизерили, не анонсировали, все время появляются какие-то слухи о том, что он вот-вот выйдет. Я устал ждать, реально, я купил себе Samsung, и все, и пускай этот Sony Pro i2, а пускай его Клим себе покупает и обзор на него делает. Так вот, еще одной такой для меня киллер-фичи является то, что у этого телефона есть действительно неплохой десятикратный зум, то есть здесь есть и трехкратный, конечно, но этим уже, наверное, никого не удивишь, а вот десятикратный, тем более такого качества, реально шикарного, ну, это... Я не знаю, в каком еще смартфоне такое можно найти. Но, опять же, несмотря на то, что это по-прежнему самый лучший десятикратный зум среди вообще всех смартфонов, по сравнению с S21 Ultra, с телефоном позапрошлого года, даже не прошлого, изменений на самом деле минимально, чуть другая цветопередача, чуть больше четкости по краям, и по-прежнему, когда ты пытаешься сделать фотку с десятикратным зумом при недостаточном освещении, тебя автоматически переключает на трехкратный зум и добавляет трехкратное увеличение. Да, я вот именно для этого покупал телефон с десятикратным оптическим зумом. И примерно так же дела обстоят и с ночным режимом, плюс-минус все то же самое. Да, чуть больше яркость, чуть больше динамический диапазон, чуть другая, причем именно другая, а не лучшая цветопередача, поскольку здесь, например, слишком много желтого цвета на фотке с S23, а вот здесь наоборот, действительно на S23 фотка лучше, и вывеска голубая, не пересвечена, в отличие от S21. Единственное, что точно можно сказать, что фотки с S23, они реально четче. Все-таки не стоит забывать, что у S23 200 мегапикселей матрица, и, конечно же, это дает ему преимущество. А если вы суперпрофессионал, можете поставить телефон на штатив, прикрыть ND-фильтром, и получить какую-нибудь вот такую фотку в RAW-формате, и затем как-нибудь подправить ее в лайтруме на ваш вкус. И что касается камер, нам осталось посмотреть, на что способна эта 200-мегапиксельная матрица в режиме съемки видео. И, с одной стороны, здесь все примерно как и с фотографиями. Минимум изменений в плане цвета, HDR работает примерно так же, фокусировка работает примерно так же, но благодаря 200-мегапиксельной матрице, видео на S23, оно чуть более детализированное, чуть более четкое. Особенно это видно на всяких решетках, сетках, ветках и так далее. Ну а еще качество оптики на S23, судя по всему, повысилось, потому что всяких бликов от источников света стало значительно меньше. А еще меньше стало тряски при съемке, потому что стабилизация на S23 абсолютно точно лучше, чем на S21. Это видно невооруженным взглядом. Причем эта стабилизация работает не только при съемке видео, но и при съемке фотографий на 3-х и 10-ти кратный зум, когда камере особенно важно оставаться максимально неподвижной. Еще одной фичей Самсунга, которую засрали, по-моему, вообще абсолютно все, стало возможность снимать в 8К 30 фпс. Типа это не юзабельно, никто не будет этим пользоваться, но, знаете, поснимав буквально несколько футажей в 8К 30 фпс, я хочу сказать, что если мне когда-нибудь понадобится снять на Samsung что-нибудь, ну, реально серьезное, я буду делать это именно в этом режиме. Даже когда вы переходировываете это 8К видео с Самсунга в 4К, все равно четкость остается на порядок выше. На этом соборе буквально каждый кирпичик виден. Ну и, само собой, 8К это возможность уже отснятое видео на монтаже, кропнуть, увеличив его в два раза, и после этого вы получите видео в нативном 4К разрешении, в котором вы, вероятно, и будете рендерить, поэтому не потеряете в качестве. И плюс ко всему, здесь еще и роллинг-шаттера практически нет, за что прям отдельный респект. Но даже здесь, даже в съемке в 8К 30 фпс, Самсунг уже не единственный. Как минимум, есть еще ксиомишные смартфоны, которые тоже предоставляют такую возможность, и судя по тестам, которые можно найти на Ютубе, качество съемки у них тоже вполне себе достойное, особенно с учетом стоимости, которая в 3 раза меньше стоимости нового Самсунга S23 Ultra. Ну и на десерт. Видели вот такие вот фотографии со 100-кратного зума на S23 Ultra, при помощи которых Самсунг еще рекламирует свою новую камеру? Так вот, есть нюанс. Да, сфоткать Луну прямо вот так вы действительно сможете. Эту фотографию сделал я сам. Однако уже на следующий вечер было облачно, и облака прикрывали верхнюю половину Луны, при том, что нижнюю было прекрасно видно вместе с ее кратерами. И попытавшись эту Луну сфоткать в 100-кратном зуме, вместо чего-то вот такого, я получил вот это. И я сейчас объясню, что это на самом деле означает. Это означает, что все вот эти Луны на вот этих фотографиях шикарных, они по сути своей являются фейковыми. Это просто рисунки нейросети. И роль камеры здесь, судя по всему, минимальна. С помощью камеры нейросеть просто определяет границы, где ей нужно нарисовать эту самую фейковую Луну. И именно поэтому, если нейросеть во время съемки не смогла задетектить Луну, например, из-за облака, которое прикрывает ее верхнюю половину, то вся Луна целиком будет вам сфотографирована как светящийся кусок говна. Согласитесь, немного отличается от рекламных фотографий. С одной стороны, конечно, пофигу для большинства пользователей. Они типа нажимают кнопку и им совершенно наплевать, как они получат это изображение. Будет ли оно нарисовано нейросетью или это реально камера сфотографирует. Но если вы какой-нибудь там, не знаю, чувак, который решил, что вау, вот это да, настолько круто, в 100x она фотографирует Луну. Это же, блин, какая камера, наверное, должна быть. Так вот, не спешите тратить на этот телефон деньги. Луну, он, конечно, вам сфотографирует точно так же, как вот то, что я вам показывал. Но, тем не менее, если вы захотите ночью так же сфотографировать какой-то другой объект, или Луна будет немножко не в той кондиции, то ничего подобного вы не сфотографируете. У вас получится просто какой-то мыльный кусок говна. Блин, я вот на этом невероятно скандальном разоблачении уже хотел сейчас заканчивать это видео и вдруг вспомнил, что я вам не рассказал еще более интересную деталь по поводу этого телефона. В общем, здесь установлен Snapdragon 8 Gen 2, причем абсолютно на всех Samsung'ах, никакого Exynos'а больше нет, неизвестно, появится он в будущем или нет снова, но фишка в том, что здесь не просто Snapdragon 8 Gen 2, здесь специальный кастомный Snapdragon 8 Gen 2, который в бенчмарках выдает просто уйму баллов, все восхищаются, говорят о том, что просто вау, вынос мозга, все обозреватели, которых вы будете смотреть, они будут вам рассказывать о том, насколько же здесь невероятно крутой, мощный и, значит, энергоэффективный процессор, он действительно заявляется как очень энергоэффективный, так вот, фишка-то в чем? В бенчмарках это все действительно так, но, как это очень часто раньше бывало, одно дело бенчмарки, а другое дело реальные, например, игры, или программы, или еще что-то, и в данном конкретном случае, я наткнулся на очень интересную статью, в которой говорится о том, что вот этот Snapdragon 8 Gen 2, который все нахваливают, говорят, что он самый производительный, вообще энергоэффективный, такой он весь крутой, так вот, при тесте в Genshin Impact, этот процессор показал себя не просто, как не самый производительный, он выдал далеко не самое большое количество FPS, уступив не только айфонам, но еще и некоторым андроидовским смартфонам, так еще и по энергоэффективности он далеко не в лидерах, и при всем этом он еще и греется сильнее многих своих конкурентов, и опять же, я сейчас не хочу сказать, что это Qualcomm или Samsung, что-то там подтюнили, чтобы он в бетчмарках лучшие результаты выдавал, нет, я даже не хочу как-то там обсирать этот процессор, говорить, что он, не знаю, плохой какой-то, потому что, ну в принципе, он действительно мощный, это глупо отрицать, он действительно энергоэффективный, телефон 14 часов работает, но опять же, мы говорим про телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, самый дорогой андроидовский смартфон, не считая Sony Xperia Pro, ну ее не надо считать, короче, это самый дорогой андроидовский смартфон, и в моем понимании, здесь должен стоять чип, который лидирует не только в бетчмарках, но еще и в приложениях и в играх, то есть в реальных условиях, а этого, как мы можем видеть, не наблюдается. В заключение, могу ли я вам порекомендовать этот телефон к покупке? Если вы какой-то художник или дизайнер, и вам очень нужен вот этот вот замечательный стилус, чтобы рисовать им по вот этому замечательному экрану суперточной передачи цвета, то, наверное, вам есть смысл его купить, если у вас есть на него деньги, если вам это действительно нужно. Если вы человек, который просто не может жить и дня без того, чтобы сфотографировать луну со 100x зумом, то, опять же, этот телефон для вас, если у вас есть на него деньги, обязательно покупайте, фотографируйте луну каждый день, выкладывайте это куда-нибудь в Инстаграм, и люди будут просто в восторге, я уверен, вы станете суперпопулярной персоной в Инстаграме. Кстати, он запрещен, это же, блин, террористический этот сервис ужасный. Что касается всех остальных людей, ну, я не могу вам сказать точно, что оно того не стоит, но, как минимум, я могу вам сказать, что взвесьте все еще один раз. Особенно, если денег у вас не так много, возможно, какой-то телефон подешевле вас вполне себе устроит, ну, не будет в нем стилуса, ну, будет там, не знаю, плотность пикселей на 10% поменьше или еще что-то, опять же, 100 с лишним тысяч, это просто дохуя. Субтитры сделал DimaTorzok